Здоровьянки Блы, с вами Назар и мы сегодня начнем прохождение кампании в Казаках 3. Казацкая кампания, как вы уже наверное догадались, называется она Как Казаки Славу Добывали. Вот, давайте почитаем о чем она. Речь Посполитая огромная страна, раскинувшаяся от Черного моря на юге до Балтийского моря на севере. Ею правит выбранный король, а шляхта пользуется такими правами, которые не снялись никому во всей Европе. Это необыкновенное государство вызывает удивление всего мира не только богатством и независимостью магнатов, но и громкими победами над врагами. Народы, населяющие Речь Посполитую, сражаются плечом к плечу по знаменам короля против татар и шведов, московитов и турок. Сражаются на суше и на море, на севере и на юге. Если берег что-то не злит нашей кровью. В этой кампании вы узнаете про период наибольшего согласия и взаимопонимания между Польской коронной и войском запорожским. Вы узнаете про широкую географию казачьих походов, про их доблестную службу, про их славные подвиги и огромную роль, которую они сыграли в истории Речи Посполитой. Играем на тяжелом. Восстановление. Первая миссия у нас восстановление Запорожской сечи. Дикое поле раскинулось между оседлыми европейским населением и кочевыми азиатскими народами. Не было властей, которые могли бы установить контроль над этими землями. Бескрайние просторы казались ничьяними и пустыми, но в степи кипела жизнь. Охотники и рыбаки промышляли дичью и рыбой, преступники укрывались от закона, вооруженные пастухи после стада, рыцари искали приключений, лихие люди – добычу. По украинам дикого поля стояли часовые, которые неустанно всматривались в горизонт, ожидая прибытия врагов. В одной этих то вольных просторах стали собираться все, кому было тесно и в своих государствах, кто не нашел свое место на службе у короля, царя или султана. Постепенно за порогами Днепра на островах стали появляться укрепленные городки, где жили казаки – свободные вооруженные люди. Их считали, их сравнивали с рыцарским орденом, они и сами называли себя рыцарями. Это были люди необыкновенной отваги и удали. Но не все казаки были воинами, среди них было немало искусственных ремесленников и трудолюбивых земледельцев. Они жили вокруг городков, на хуторах или приходили в степь летом. Казаки стали серьезным препятствием на пути татарских орд, которые устраивали набеги из Крыма для гребежа Речи Посполитой. Но их свободолюбие, буйный нрав и необыкновенная сила создавали много проблем и для любопытного польского правительства, первым королем которого... И для любопытного польского правительства. Первым королем, который решил направить их энергию в нужное ему росло, был Стефан Баторий. Он создал... Да, создал ирестировал их казаков. С тех пор польское правительство придерживалось следующей политики вношения казаков. Во время войны их автономия расширялась, но поощряло... Что поощряло их идти на службу. Однако в мирное время их всячески притесняли и пытались всеми способами разоружить. С тех пор казаки участвовали во всех войнах Речи Посполитой. Верно служили королем... Королем... Королям... Но неизменно возмущались, когда в мирное время казачьи привилегии оказывались под угрозой. Это давало Польше не только мушного союзника, но и множество мятежников. Только что закончилось восстание Кшиштофа Косынского. Много казаков полегло. Во время последнего набега татар на Украину пала сечь казачья крепость на острове Томаковка. Наслушавшись рассказов о вольной жизни запорожцев и об их подвигах, вы собрали верную челядь друзей и шляхичей, которым нечего терять и отправились искать счастье в диком поле. Хорошо. Приступаем. Вот и остров Базовлук, где вы построили замок. Его предстоит укрепить, чтобы он стал опорным пунктом при защите от татарских набегов. Быть и начеку, хоть сейчас и мир, но татарские разбойники, что гуляют по степи, могут и напасть. Добытые ресурсы вы можете продавать в Полтаве. Среди вас нет человека, который умеет лить пушки. Придется искать такого среди турецких невольников. За работу. Так. Оранжевая, это, так понимаю, Полтава, да? У нас тут местные жители. Красные, это мы. Так, у нас есть... Можно немножко рыбацких лодочек заказать. Они производят еду ровно так же, как и другие подобные постройки. Так, что мы будем делать? Что мы будем делать? Ну, давайте для начала будем добывать, вообще-то вот сюда, дерево. Вы отстроили сечь после ее разрушения татарами. Чтобы выиграть, необходимо... Чтобы выиграть, необходимо укрепить сечь и защитить ее от татарских набегов. Вы проиграете, если потеряете строение на острове. Для победы вам понадобятся пушки. Освободите мастера-пушкаря из неволи. Хорошо, хорошо. Так, это у нас транспортные паромы. Вот такие вот. Давайте, как-то вот так их нужно ставить. И не тогда... Должно появиться такой крестик, насколько я помню в предыдущей части. А что-то я... А почему у меня нету линейки хитпоинтов? Бог помощи. Я из Полтавы иду. Мне поручили собранные деньги для выкупа христиан. Из басурманской неволи. Но я не решаюсь идти в Крым. Не смерти боюсь. Но того, что не дойду я до Крыма, много несчастных останется в неволе. Не могли бы вы по-новому сходить на юг и выкупить несчастных, что отумяться в рабстве? Хорошо, давай деньги. Спасибо. Хранит вас Бог. Отправляйтесь на юг по западному берегу Днепра. Там будет крепость. Идите на рынок и выкупите так много христиан, сколько сможете. Я буду ждать вестей в Полтаве. Так, по западному берегу Днепра. Крепость и ряда. И выкупите много. Хорошо. Где-то... А, нам тут показали. Вот сюда на типа нужно идти. Турция. Ну, не знаю. Враг или не враг? Хотя показано, что вроде бы как не враг. Так, это наш геттиман. Истровый казак. Сычевой. И немножко сердюков. Ну, две пушки у нас все-таки есть. Вот, появился крестик. Все, как и в предыдущей части. Хорошо. Еда. Что у нас? Еда у нас убывает. Это плохо. Давайте еще немножко их тут построим. И у нас есть одна золотая ш... Э, не золотая, а... Железная одна шахта. Так, тут на единичку поставим. На двоечку. Сельхоз инвентарь. А мы вообще можем строить? Да, мы можем строить мельницу. Ну, это, наверное, нужно на другой берег. Ага, вот и турки. А тут, наверное, проще всего по морю проплыть. Но, возможно, и там будут турецкие какие-то части. Польша. Ну, тут тоже. Они как бы патрулируют здесь, я так понимаю. Местность. Добрый день, панове. А найдется в вашем братстве место для храбрых шляхтичей? О, спасибо. Спасибо. Легкий рейтар. Угу. Крестьяна, в общем, нам, я так понимаю, нужно освобождать. Нанимать мы их не можем. Только вот, где их найти? Ну, давайте пойдем сюда. Посмотрим, что у нас тут есть. А, ну, они тут уже сформированы, я вижу, в отряд. О, крестьяне. Кстати, а ну-ка. Хотя они... Вроде как, наверное, чтобы присоединяться сейчас к нам. Мне кажется, они тут просто так идут к нам. Защитите панове, запорожца. Сил больше нет терпеть панскую неволю. Позвольте у вас остаться. Хорошо. Так, немножко из вас построить. Построить ты шахту. Остальные должны нам будут... Может, где-то здесь возвести? Тут такое, вроде бы, защищенное им неплохое место. Только вот я не знаю, не знаю, как оно тут... Ну, это здесь, наверное, нужно построить. Так. Тут, вроде бы, все нормально. Ну, к нам вот тут на берег, наверное, никто не приберется. Давайте немножко тут разведаем обстановку, что тут у нас вообще есть. Так. У нас есть две шахты железные. Угольные тоже бы пригодились стрелять. Просто если уголь заканчивается, стрелять невозможно. Вот. Так. Так, шесть. Медленно строятся лодочки. Вроде бы, можно построить в этой академии. Там, вроде бы, есть улучшение на скорость строительства рыбацких лодок. Правда, я тут немножко так отошел. Слишком далеко. Не смогу защитить. Опа-па. Опа-па. А тут у нас и золотце. Хорошо. Ну, вот у вас пять человек. Давайте идите сюда. Будете нам добывать золотишко. Пшеница растет. Здорово, братцы. А не желаете погулять по турецким крепостям? Айда, турок воевать. Давайте попробуем. Вот и хорошо. Ждите меня. Скоро я приведу донцов. И тогда земля... Тогда камня не останется от турецких городов. Ну, давай. Да, это у нас донские казаки. Или донские. Донские, наверное, правильнее говорить. 70 еды, 15 железа. Ну, железу прирост. Есть золото сейчас тоже будет прирост. Единственная еда. Ведь еда у нас убывает. Она идет вниз. Ну, рыбацкие лоски они много добра нам не принесут. Академия Украины. Большая Академия. Ее тяжело где-то разместить будет. Тут, наверное, нигде вообще не усунешь ее. Хотя вот тут бы могла вот так поместить. А вам можно поместить. Просто не хочу. На другой берег ее могут захватить. Давайте идите на Академию. Академики вы наши. Так, пойдем пока что сюда. Кстати, у украинских крестьян есть одна особенность. У них очень большой обзор. Самый большой обзор в игре. Вот. Их иногда используют в качестве таких вот часовых. Можно и так их назвать. Вот и новая партия крестьян. Хорошо, пока что. Оглянемся. Посмотрим, что у нас тут есть. У меня больше ничего такого не вижу. Кроме паны. Тут их атаковать нельзя. Уже какие-то панычи. Вот это, наверное, мост. Хотя нет, это обычные крестьяне. Опа. Кто, где, что, когда. Опа, 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 опа. А ну рубите. Этих татар. Этих татар. Да, татары. Ну куда же вы целые. Равы. Ну, разформировать струи не хочется. Все-таки получает защиту. Но, правда, вот действует непрофессионально. Вот так вот. Да, да. Врываетесь в ряды. Рубите. Ну да, тут мы победили. Можно сказать. Хорошо. Так, крестьяне, крестьяне, крестьяне. Давайте за работу. А, тут эффективность. Тут нет, она пастыли есть. Нет, тут просто стоимость рыбацкой. Они дешевые становятся. Это я что-то спутал. Кинуть добычи дерева. Мне бы на еду. Тут, кстати, отключены на еду. Некоторые вот эти улучшения. Ну, давайте пока что на дерево. Тут с ним проблем вижу. Не будет. Так, тут шли, кстати, эти крестьяне. Может, эти панычи, ну, шлифтычи, вот эти панычи, порубили крестьян. Что-то они бы уже должны были тут дойти, честно говоря. Вот, а крестьян. Ага, рынок нам недоступен. Ну, тут где-то должен быть рынок. Вот здесь вроде бы был он. Угу. Ладно, ладно. Я думал, дерево буду продавать. Ну, оказывается, что нет. Ну, давайте поговорим с турками. Ас-саляму лейкум, ловкий геур. Что преодолел степь? Если хочешь торговать, добро пожаловать. Если не решил воевать, если же решил воевать, мы тебя поймаем и повесим, как разбойника. Ворота мы не откроем, а вот гавань твои корабли пустим. Уа, ас-салейкум ас-салям. Я пришел торговать. Угу. Нужно обязательно корабль подвезти какого-то туда. Казачка, наверное, запустить. И что тут делать? Ну, не знаю. Может, Гетмана нужно взять. Ну, пока что пойдем сюда. Вернемся. Ну, давайте. Ну, кого? Ну, давайте Гетмана посадим. Отправим туда. Нужно нам выкупить этого пушкаря. Я так понимаю, это здесь нужно его выкупить. Вот я прибыла. Ну, братья, заброшься. Айда на юг, бить басурман. Погуляем, отведем душу, чтобы татары век о том помнили, да не забывали. Выступаем. Так. Сколько мне их дали? 100 человечков. Хорошо. Будет у нас вот такая вот компания. Так, тут такая местность не особо подходящая. Ну, где-то вот тут. Давайте пойдем сначала вот на эту крепость. Кушечки. Кстати, нам что-то говорили, что можно торговать с Полтавой. Так, вот как именно и чем именно. О! А что еще не заметил? Ну, правда, крестьян не особо-то есть. Так, 4, 5. Иди сюда. Так, этот поселился. Ну, поселился. Сел. Так. Давай вот тут в лесу спрячемся. Вдруг нас не увидят. Ну, тут слишком много... Слишком, как бы, быстро наступать нельзя. Так, ого. Ну, это и хвост, что у нас есть, явно не хватит. Пока что будем держать здесь позицию. Тут нужно будет собрать нормальную такую ватагу. Взять еще вот эти пушки. Набрать себе середюков. Я пока их не хочу строить, чтобы не было проблем с едой. Ну, все равно она падает. Да, падает понемножку рыбацкой лодки. Не особо справляется. Да, тут можно давить, кстати. Горбацкие лодки большими кораблями. Так, этот, конечно, так отправил. Надеюсь, его никто не обстреляет. Ну, не, вот это не достанет. Кстати, идут. А ну-ка. Достанешь? Я бы с ними повоевал. Ну, правда, тут тоже татары. Не-не-не-не-не. Все-все-все. Стоять, стоять. Чуть-чуть. Держать позицию. Вот так вот. Хорошо. Все стоят. Так, крестьяне выходят. Ну, давайте сочевика туда отправим. В игре все еще есть небольшие подвисания. По музыке. О, а вы кто такие? Э, пушки. А че, а че, а че, пушки? А ну, вот так вот. Все. Пушечки. Назад. Своих не постреляй. А че они какие-то розовые? А ну, пушки, 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 пушки. А ну, давай сюда. Парочку залпов. Все. Назад, назад. Не надо уже стрелять. Так, ты сюда. А, блин, тут неудобно. Когда ты команду еще таким большим отрядом. Ой, ну куда ж ты стреляешь-то, а? Сюда, кстати, можно было бы стрельнуть разочек. Не-не-не, все-все-все-все-все, не надо. Наши уже подошли. О, золото, кстати. А, это отсюда. О, блин, двоих завалило. Все. Отходим, отходим. Вот так вот. Сейчас, сейчас мы встретим их. Если побегут, так, назад, назад, назад. Так, пополнить ряды. Так, пополнить ряды. Ага, всех не перестреляли. А ну. На, получи, распишись. Хорошо, назад пушки стоят. Назад. Так, а ну-ка. Наверное, золото сейчас захотят. Слишком много. О, неужели вы пришли выкупать братья Визны Воли? Хорошо, я их с удовольствием продам. Смотрите, только чтобы вас всех не сцапали на обратном пути. То-то потеха будет. Сколько ты хочешь за христиан? Так, все язык с ним братья по-другому. Сколько ты хочешь? Сколько геуров хочешь купить? Ага. Ну, это крестьяне обычные. А так я так и не понял. Где? Там этого пушкаря. Вот, мошка из него ли. Может, здесь нужно будет потом полностью разбить их и тогда отдадут пушкаря. Так, нет, 12 тысяч золота. 25 можно купить, да? Ну, можно 50, но 50 мне не надо. А вот 25 было бы неплохо. Давайте возьмем 25. Вы выкупили несчастных, что натерпелись в турецкой неволе. Узнав, что вы один из запорожцев, часть из них хотела остаться при вас и помочь, кто чем может. Простите хлеб, хлопите рыбу, ковайте ружья и сражаться, и отомстите татарам за все муки. Веруйте в Христа. Перекреститесь. Так, ну пошли пока что. Может, доставите гетьмана. Ну, тут вроде бы ничего не сказано о том, что я проиграю, если гетьмана там побьют, ну, убьют меня. Не знаю. Давайте заберем пока что с собой. А может, как и где-то этот мастер-пушкар где-то здесь сидит. Может и так. Так, еще в Полтаву нам нужно сплавать. Так, пошли сюда. Тебя сюда. Камень можно, кстати, раскачать. Так неплохо. Ну, толку мне с камня, если у меня нет рынка. Может, там в Полтаве можно как-то торговать. Посмотрим, посмотрим. А ну, давай сюда. Ну, кстати, какой-то поляк стоит. Хотя тут все в Польше практически. Вот и Полтава. Здесь можно начать торговлю и построить. И попросить помощи. Подойдите к воеводе. Подойдем. Вот это воевода, я так понимаю. Добрый день. Не как братчики пожаловали. Добро пожаловать, пан Атаман. Мой гарнизон слабый. Если вы пропустите татар, нам не сдобровать. Но я отнюдь не собираюсь сидеть сложа руки. Когда придет беда, я помогу. Эх, как бы ни дела, я бы и сам на речь подался. Но не могу. Зато я сквозь пальцы могу... Я буду смотреть, если кто-то из холопов к вам убежит. Если вы нападете на татар. Спасибо. Хотите у нас свои товары продавать? Заплатите пошину. И я дам вам место на рынке. 10 тысяч еды. Но у нас 113, хорошо. Теперь можете торговать на Полтанском рынке. О! А построить рынок я могу у себя, чтобы там... Да, могу. Защитите панове в Запорожце. Сель больше нет. Терпеть типанскую неволю. Хорошо. Давай. Уж работать у нас тут. Кстати, кстати, вон панычи какие-то вот эти идут. Черт узнает. Тоже, кстати, легкие рейтары. Это беглые хлопы. Немедленно отдайте их. Мы научим вражьих сынов, как от понабегать. Что? Берячить? Ах ты разбойник. Сейчас мы с вас дух вышибем. Ну давай, давай, попробуй. Кстати, могут и вышибить из меня дух. Ох, а ну-ка давай, такого вот так. Чуть их. О, молодцы. Так, я тут хотя бы победил, да, победил мои, наверное, из-за того, что были в отряде. Хотя, может, и не из-за того. Может, просто так все победил. Может, они не раскачанные были. Так, эти, наверное, где-то из-за карты вылазят тут. И не дают мне покоя. Ничего, ничего. Так, Полтавский рынок. Ну, значит, если у нас есть рынок, значит, можно делать вот эти улучшения. Ну и отправить куда-то хлопцев наших на добычу камня. Так, у вас тут есть 10 человек. Давайте. Склад построим. Ах ты, зараза, не хочет. И затем сюда вы пойдете. Так. Да, уже бы стоило производить Сердюков. Так, рынок у нас будет на девяточке. Хорошо. Шахты еще можно улучшать, но недостаточно у меня людей для такого счастья. Так, ты давай сюда. Ты давай сюда. Ну, вон идут 25 человек. Я их, наверное, всех на камень отправлю. Ну, вот это тоже можно было бы. Арбатские лодки это хорошо. Да, сколько у меня их вообще есть? Тут так не считается. 20 штук, да? Ну, может, больше. Не знаю. Так, что у нас еще галеры доступны. О, чайка. Значит, не помню. Приду в первой части. Были ли чайки или не были? Не помню, честно говоря. Так, все работают. Хорошо. Так, и вот тоже хлопцы будете у нас работать. Защитите по новой запорожице. то же самое. Давайте вы пока что здесь. Да, тут явно нужно сердюков сюда перевести. Хотя бы тех, что есть. Ой, что-то у нас тут много выделилось. Давайте все парни. Ну? Э. Давай, давай, в атаку. Так. Нашего ретмана. Ну, пока пусть тут стоит этот корабль паром. Хорошо. Хорошо, хорошо. Потихонечку будем делать улучшения. Сначала нужно прокачать вот это вот. И только потом делать вот всякие вот улучшения на силу выстрела. Потому что сначала вы прокачиваете как бы ну, плюс ну, единицы. Вот. А потом когда много единиц вы уже процентами там добива ну, как бы добавляете себе, да? Ну, я думаю те, кто играл тот это знает. Так, давайте вылечим. Почему бы и нет? Так. Сердюки пусть у нас собирается здесь пока что. все деревья вырубили. Ух ты, да. Смотри, какие. Сколько на человек работает? 31. Ну, кстати, таки не починили вот эту фишку с золотом, когда тут работает больше людей, чем ну, как бы тут 5 работает. Тут показано, что один человек работает. Это как бы неправильно. так, а ну, давай сюда залпик на это. Ну, бляхо, только один попал. Ну, давай, 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 пока не пришли наши ребятки. Ну, и что стоим? Все. Просто встать. Тут тоже бы не помешали сердюки. Так, вас есть 14. Ну, еще вы. На сбор еды тут тоже надо бы прокачать 250 золота. Так, немножко шахты добавим людей. Золото вообще-то нужно. Можно вот тут выкупать крестьян. пристройки казаки это тоже очень хорошо. Клачают и нажал вот так. да, с золотишком будет проблемы. Я уже вижу. Так, но зато у нас много камня. Сразу будем весь продавать на золото. Вот так бедная партия они это просто шельтичей стоят. И крестьяне кстати там стоят. все выгрузились все где-то вот тут выставим их вот так вот уже 15 почти тысяч камня только поменяли уже столько много хорошо больше строить рыбацких лодок я не буду тут прирост пошел еды так что нормально тут нигде не пропустил шахту вроде бы нигде вот тут я не смотрел кстати а ну беги сюда тут вугле где-то может быть еще тут разведать нам так вижу идут на нас ну давай подарочки зашли ну что никого не убили серьезно что же так не умело это давай давай сюда это мне уже больше понравилось хорошо тут уже разберутся наши еще крестьяне так 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 меньше и меньше казаков да да тут даже выкупать не надо все равно идут постоянно давайте давайте склад еще один построить текущий не осталось как говорится вот отсюда заберем немножко крестьян с чего и у них мало хп хотя также вот тут удар лучше по прокачке плюс 2 плюс 2 плюс 3 стрим а в чем же между ними разница мечет казалось что регистровые они больше по хп почему не так казалось где же этого пушкаря взятия ну все давай давай причаливай так нам нужно пять человечков 66 от 5 есть лично отправим их сюда поехали где-то вот тут состыкуемся опять продаем камень еду кстати можно тоже 50 тысяч у нас есть 200 тысяч вот так вот хотя тут даже на улучшение тоже нужно ну и да это не страшно ее можно раскачать нормально вот сила выстрела нужно очень нужно так выгружаем всех папа папа чуть не завтыкал и 9 стреляй о вот это хорошо зашла а ну вот сюда и не 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 а ей а ей но вроде бы своих не задел вот плохо то что вражеские укрепления стоят на возвышенности придется не сладко с их штурмом а чай их трое только и же пятерых воде выделял не понял может где-то погибли по пути морская болезнь там все дела бы их в отряд сформировать просто есть такая штука что если они держат позицию то них тут набирается дополнительная защита вроде как точно не помню поли защита то ли что там идет так 36 но хотя бы 36 сформируем от вроде бы только когда вот так стоит стоят они ну не знаю крестурует хорошо но нам сердюкова нужно в первую очередь улучшать так тут уже железо пошло до отчета них вернули не убежали крестьяне куда вы идете на паром раз-два хорошо вы еще одну конюшню здесь конечно только тут боюсь ее здесь можно разве что поставить давайте поставим вот тут ну и же потихонечку перенаправлять свои войска на другой берег вот это бы сделать ну и могу в принципе сделать и вот это кстати нужно тоже сделать чтобы еды были было побольше и вот это нужно сделать скоро стрельность это вроде бы можно сразу делать но никак не увеличивается это величина попа 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 неплохо но могло быть и лучше все тут уже полностью прокачали боевой дух защиты такое не обязательно ведь маны конечно отличная дорогие 185 золота так 2000 вот так вот все продадим сейчас меня их будет много а сколько на заместимость 80 работники написано давайте вот сюда у нас идите паром 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 где-то вот тут причалит мы будем перенаправлять свои войска уже на следующему на другой берег вот этого я думаю хватит вообще-то нужно расформировать и создать какую-то одну большую группу так ходим сердюки у нас уже пойдут сюда больше их на другой берег не буду перенаправлять да ты брат воевать не умеешь лучше нам убраться по добру по здорово а не то сложим головушки под началом такого горе атамана прощай лучше вам пойти на службу к кому-то ляху потолковее а не то пропадете ну хоть пушки оставить до меня так еще никто не убежал их лишь выжидал лишь там готовился не буду же как-то метод о ложка с шашкой на голову бежать кричать в атаку ну видимо им больше бы понравилось если бы я их отправил на верную смерть видимо да так на дерево чтобы поставить что-то их перевести на другой берег тут не ресурсная такая можно сказать база так о 72 вот это и уже понимает дело вот а всех остальных 13 мы отсюда уберем хотя может могут и стоять где-то вот тут поставить их мало короче всех выгружаем еще 40 хотя честно говоря я бы построил еще один казацкий дом честно говоря и уже негде строить уже реально нигде где его пихнуть хотя вот тут бы мог ставится так вот так станьте не хватает жилых мест ух ты что ж так построим еще городской центр это тут возле железа ну ну чё это такое а ну давай хотя хотя это они на полта уйдут понял на все хватит и типа если потеряю полкну тут не потеряю тут они справятся это думаю откуда они тут брались вот эти розовые так сюда и вы сюда все на борт так выходим смотрите даже никого не потерял вообще красота тут двоих потеряли наши их не так просто разбить что думаю таких реестровых к законам хватает общинам всех уже хватает по сути можно найти штурмовать 6 пушек есть мало конечно сердюков справимся по идее если там разломать стену они все тут начнут выходить вот по количеству войск меня такое впечатление что что тут что тут одинаково вот хорошо ребята будем на этом завершать нашу первую серию мы подготовились к штурму вот начнется вторая уже непосредственно самого штурма так что благодарю вас за внимание с вами был назар всем пока всем всего хорошего до новых встреч встреч